Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня есть вопрос от Натальи. Меня зовут Наталья, мне 33 года, живу в Новосибирске. Обращаюсь к вам потому, что ваш жизненный опыт и мировоззрение очень внушают доверие. Можно сказать, знакомы с вами около двух лет посредством канала. Для нашей семьи вы практически спасательный круг в сложных ситуациях. Немного расскажу о нашей семье для большего понимания. Два года назад муж решил переехать в Америку. За это время мы уже два раза были в Америке, подготовленные основательно. Уже распродали имущество, подняли уровень английского с практически нуля до разговорного. Участвуем в лотерее, ждем результата в мае, но как запасной вариант готова к подаче на политику. У нас сын 7 лет, а теперь я расскажу отдельно о себе, потому что вопрос касается именно меня. В школе я училась на тройке, потому что желания не было, да и откуда ему взяться, если родителям некогда этим заниматься. Увлечений тоже не было, по той же причине. Я закончила технический университет по специальности инженер-технологов продуктов общественного питания. Выбор этой профессии был сделан родителями. При этом мои родители всегда считали меня не очень умной и сказали, что уж пирожки-то ты точно должна потянуть, да и людям кушать хочется всегда. Кстати, по поводу обиды с прошлого я некоторое время посещала психоаналитика, потому что печальное прошлое особой радости не приносит в будущее. После окончания вуза я работала по специальности в ресторанах на производстве, начиная с официанта и заканчивая директором кафе в сети ресторанов быстрого питания. И все это время терзала мысль, что я не хочу этим заниматься, что это не мое. Пока жила одна и особого опыта не было, работала, потом вышла замуж, пыталась сменить род деятельности, закончила институт дополнительного образования и поработала логистом, потом ребенок и декрет, который затянулся аж на 7 лет. Теперь встал вопрос о том, что нужно выбираться из бесконечного декрета, тем более, если переезжать в Америку, то нужно подготовиться в плане профессиональной деятельности. В принципе, этот вопрос постоянно был насущным для меня. Кем я хочу быть? Читала статьи, проходила курс профориентации, выполняла упражнения по выявлению талантов, но такое ощущение, что талантов-то и нет, порода деятельности мужем и связана с IT. Он-то и посоветовал мне попробовать себя в тестировании. Начиная с сентября 2016 года, посмотрела видеокурс ваших лекций, прошла обучение в местной антиакадемии, постоянно самообучаюсь, пыталась устроиться на работу, но опыта нет. А вообще появилось чувство, что я себя заставляю это делать. Странно как-то, но обучаясь в тестировании, я наткнулась на графический дизайн, который меня очень заинтересовал. Я даже переключилась на какое-то время и с головой ушла в эту тему. Стала учиться рисовать, но потом началось следующее. К этому нужен талант, а у меня как будто воображение отсутствует. Нужно научиться многому и занять свою нишу, создать портфолио, находить заказчиков, завоевывать их доверие и так далее. После этого появилось ощущение бессмысленности всего. Метание какое-то, то от одного к другому, и все не то. Такое ощущение, что я одна, вокруг космоса темнота. В какую сторону кинется, где выход? Завидую тем людям, которые знают, чем хотят заниматься или имеют какие-то предпочтения, интересы. Но не может быть, что я такой уже отшибленный человек. Если мне трудно поделиться своими мыслями по поводу этого. А если честно, то просто помогите советам. Спасибо. Ну что ж, друзья, вопрос интересный. Я люблю такие вопросы. И мы попробуем на ходу немножечко в этом вопросе разобраться. Так вот, будем разбираться с жизненной ситуацией Натальи. Ну, иди начнем с каких-то самых общих вещей. Мы приходим в этот мир с какой-то высшей целью. И нашей задачей в течение жизни является познать себя, чему-то научиться, исправить какие-то ошибки, самосовершенствоваться. Но очень часто мы не знаем, куда и в какую сторону двигаться. И счастливы те люди, у которых вот этот вот путь предначертан с самого детства. Они точно знают, что они хотят быть врачом, учителем. И находят в этом свое удовлетворение. И движутся к этой профессии всю жизнь самосовершенствоваться. Но большинство людей, уж поверьте мне, таких большинство совершенно не знают, куда им двигаться и кем они будут во взрослой жизни. Конечно, в значительную роль формирование детишек и в их самоопределении играют родители. Конечно, пока они маленькие, родители должны дать им возможность попробовать себя в самых разных каких-то занятиях, чтобы, может быть, найти и выявить вот те самые таланты, те самые способности, которые помогут им в будущем быть очень успешными в своей профессии. Но родители не всегда это дело понимают. И даже более того, некоторые родители, как мы видим с детства, говорят, там, ты тупой, ты ничего не соображаешь, ты глупый, вот тебе тут пирожками торговать и так далее. Конечно, это неправильно. Но мы не можем изменить этого. Это уже было в нашей жизни. Поэтому что же нам делать, чтобы это не являлось таким уже отягощающим грузом для нашего будущего? Единственный способ от этого избавиться – это принять это. Да, оно было, да, мои родители вот так себя повели и так далее, потому что у них не было достаточно образования, потому что они не понимали, им нужно было выживать, у них была тяжелая жизнь. Мы это все принимаем. Оно было в нашей жизни и никуда от этого не деться. И родителей мы не виним, потому что есть миллион обстоятельств, почему они так себя вели. И, конечно, можно им найти оправдание. В данном конкретном случае, я бы даже сказала более того, Наталья должна быть благодарна своим родителям за то, что они помогли ей своим поведением, своими взаимоотношениями построить гармоничную семью. У нее растет ребенок, сыну уже 7 лет, значит, по крайней мере, она замужем 7-8 лет как минимум. И у них с мужем общее стремление, общее взаимопонимание. И чувствуется, что муж ее поддерживает и помогает ей. И это очень важно. И мы в ваших письмах видим очень много ситуаций, когда молодые люди не в состоянии создать вот такую гармоничную семью, потому что сами никогда в жизни не находились в такой семье. И, соответственно, у них стереотипы поведения какие-то не такие, которые нужны для того, чтобы создать успешную семью. Поэтому, Наталья, вы в первую очередь должны быть благодарны родителям за то, что они вам дали такой багаж, который очень ценен по жизни, и у вас есть хорошая крепкая семья и крепкая поддержка со стороны супруга. А в своей жизни вы должны постараться не повторять тех ошибок, которые делали ваши родители, и уже постараться своему сыну создать возможности для проявления своих талантов, понимая, понимая, что каждый человек абсолютно талантлив. Абсолютно талантлив. Это мое убеждение, потому что, да, бывают такие самородки, которые там в два года подходят к пианино и начинают что-то набренькивать, какие-то свои мелодии. Но их единицы – это самородки. А в основном каждый человек, когда он чем-то занимается, он становится талантлив в том, чем он занимается. Есть понятие такое «ремесла», да, и у нас какой-то негативный оттенок вкладывается в это слово, в понятие «ремесла». Но хорошее ремесло, оно находится на грани с искусством. Для того, чтобы обладать ремеслом, нужно многое знать, многое уметь, знать инструменты. И придет со временем понимание, пройдет вот то самое видение, что такое хорошо и что такое плохо, то самое воображение, про которое вы говорите, что оно у вас отсутствует. Вообще способности – такая штука, что они развиваются. Они развиваются по мере нашей жизни. Чем больше мы занимаемся каким-то делом, тем больше у нас открывается вот это вот прозрение и вот этого вот возможности увидеть нечто большее, чем то, что кроется на поверхности. Это и есть профессионализм. И вот профессионализм, я бы сказала, что профессионализм в какой-то области – это и есть родня таланту. Что касается того, что вот вы пишете, я вдруг открыла, что у меня нет какого-то видения, я не могу организовать бизнес, мне нужно портфолио, нужны заказчики. Нельзя путать разные навыки, разные способности, и все мешается в одну кучу. С одной стороны, возможность видеть хороший дизайн и плохой дизайн – это одна группа навыков, которые можно развивать в себе. Совершенно другая группа навыков, абсолютно с ней не связана. Можно быть хорошим дизайнером и совершенно никаким продавцом своих услуг. Вещь совершенно не связанная. Создать портфолио – это третья вещь, которая происходит путем накопительным. Если вы много занимаетесь дизайном, у вас появляется много хороших работ, они-то и составят портфолио. В этот момент нельзя подменять цели средства. Нельзя говорить, мне нужно хорошее портфолио, поэтому я должна наделать много хороших дизайнов, чтобы поместить в это портфолио и продать себя получше. Так не получается. Цель должна быть все-таки стать мастером в профессии, мастером в дизайне. Чем больше вы будете этим заниматься, чем больше разных инструментов вы будете изучать, тем больше вы увидите разницу между хорошим дизайном и плохим дизайном. Можно сделать так, а можно сделать так. Уже появляется на уровне хорошего владения профессией, появляется творческий элемент. Не просто вы машинально используете средства, как написано в книжке или в учебнике, а у вас появляется творчество. А нельзя ли его использовать таким образом? А нельзя ли использовать таким образом? И вот тут и проявляются таланты. Но дело в том, что талант без труда – это вообще ничто. Единицы рождены с талантом, и потом требуется много-много усилий для того, чтобы этот талант отшлифовать. У нас есть приятели знакомые, они музыканты, и мы девочку их неоднократно показывали у нас на канале. Девочка совершенно бесподобная, абсолютно талантливая. У нее какое-то свое видение, она играет на фортепиано, у нее какое-то свое видение, и она что-то вкладывает. Но вы бы видели, сколько эта девочка занимается для того, чтобы сформировать, отточить такое видение. То есть без труда ничего не получится. И наоборот, путем труда, усилий… Так, а у нас тут вот что-то закрыто. Путем дополнительных усилий у нас появляется как раз то, что количество переходит в качество, и у нас появляется некоторый новый взгляд на какие-то известные вещи. Новый взгляд, новое видение и вот это внутреннее видение. Какие-то люди, сразу посмотрев на картину, скажут, вот тут, тут, тут что-то не так. А каким-то людям нужно подумать, каким-то людям нужны какие-то навыки, какие-то умения. Ему нужно потренироваться, и только с опытом у них происходит вот это вот прозрение и появление вот этого видения. То, что видение придет, поверьте мне, это я вам говорю просто как человеку, у которого видение пришло спустя многие годы. Я никогда в жизни не занималась так серьезным рисованием, так какая-то чепуха была, да, ничем таким графическим не занималась, черчение, инженерную графику в институте я не любила. И тем не менее, вдруг, совершенно неожиданным образом, когда появились соответствующие инструменты, вдруг у меня появилась тяга создавать какие-то дизайны помещений, что-то такое делать, и мне это приносит большое удовлетворение. Поэтому дорогу осилит идущий, да. Да, так вот, появляется это видение только в процессе работы. И мне кажется, что у вас вот есть некоторые... У вас со временем, значит, вот это вот немножко доставшееся вам вот с детства, это ощущение, что вы не можете быть талантливым, вы не можете чего-то добиться, оно является некоторым шоу-стопером в вашем развитии. И вот эта вот печать, вы работали с психоаналистом, и, наверное, они должны были эти вещи как-то у вас убрать со временем, да. Но, очевидно, эти вещи еще не убраны, я так понимаю. И вам нужно породводить вот на чем. Вы должны себе сказать, я талантлива. То есть большая Наташа, большая Наталья, которая... Которая находится в вас, скажет той маленькой девочке Наташи, которая чувствует неуверенности, отсутствие талантов, которая блуждаёт в темноте и не знает, как оттуда выйти, она ей скажет, послушай, Наташа, ты талантлива, у тебя все получится. Если ты только найдешь, чем тебе заниматься, и будешь этим заниматься, у тебя все абсолютно получится. Чем бы ты ни занималась, все пространство вариантов. В жизни мы сами принимаем решение о том, какой будет наша жизнь. И то, какой будет наша жизнь, определяем только мы сами. Ну, мы, конечно, обладаем всеми необходимыми данными для того, чтобы добиться всего. Это абсолютно однозначно. Мы можем добиться абсолютно всего, чего мы хотим. Вот, ребята, заодно мы смотрим Real Estate. Это город Лос-Алтес. А я заблудилась. Из-за того, что был объезд, я разговариваю, не могу понять, как мне выехать. Куда же мне поехать теперь? Да, так вот, наша жизнь, это все пространство вариантов. И только от нас зависит, выберем ли мы правильную дорогу или неправильно. Вам нравится дизайн? Замечательно. Отбросьте пока мысли о том, что вам нужно создавать портфолио, о том, что вам нужно привлекать клиентов, о том, что ваши работы должны им нравиться. Это вопросы вторичные. Сейчас задача состоит в том, чтобы научиться мастерству, чтобы научиться создавать эти работы. Вы создаете их для себя, и только вы сами являетесь мерилом того, насколько у вас идет прогресс, насколько вы продвигаетесь и развиваетесь в этом направлении. И доверьтесь моему опыту, что чем больше вы будете этим заниматься, тем лучше у вас будет получаться, и у вас откроется вот это видение, вы будете видеть, что хорошо и что плохо, и как, собственно говоря, и как вам нужно этот бизнес, как вам нужно совершенствоваться в этой профессии. Вы это поймете и почувствуете, и все у вас получится. Значит, так вот, значит, для того, чтобы не блуждать в темноте, что же, что бы я посоветовала вам просто. Ну, прежде всего, это принять и простить родителей, да, и постараться самой быть хорошим родителем своему ребенку, понимая его потребности, понимая, что надо дать ему возможность проявить все свои склонности и способности. Это первый пункт. Второй пункт. Занимайтесь профессией. Забудьте о продаже, о бизнесе, о чем-то таком. У вас есть профессия, вы хотите совершенствоваться в этом, это вам приносит удовлетворение. Занимайтесь этим. Получайте от этого удовольствие. Все остальное приложится. Мы живем для того, чтобы работать на отдачу. Это приносит нам удовлетворение. Поэтому, если ваша задача будет сделать красивый дизайн, не задумываясь о том, понравится ли он кому-то еще красивый, с вашей точки зрения красивый, может быть, он поначалу не будет таким красивым, но постепенно, постепенно сравнивая его с другими работами. Вы поймете, как вам нужно совершенствоваться, вы поймете, в какую сторону нужно двигаться, чтобы получались работы более интересные. И когда ваши работы начнут нравиться людям, вот тогда возникнет вопрос о бизнесе. Что касается трудоустройства, то в Америке есть компании, которые занимаются графическим дизайном. Совершенно не обязательно быть бизнесменом, иметь свою клиентуру. Вы можете работать по найму и делать дизайны, те, которые вам предложат делать. В той мере, в которой вы хорошо владеете инструментами, вы можете работать и по найму тоже, почему нет. Поэтому сосредоточьтесь на этом. У вас, на самом деле, по жизни все прекрасно. У вас шикарная семья. У вас любящий муж, который поддерживает вас во всех ваших начинаниях. У вас замечательный ребенок, и вы с ним можете вместе заниматься дизайном, если ему это в какой-то мере будет интересно. Это даже будет еще прикольнее. Вдвоем-то лучше, вдвоем-то интереснее. А вдруг ему понравится, и тогда уже вы сможете выступать в роли мудрого, талантливого наставника и делиться с ребенком тем, что вы сами выучили. И он с ранних лет это будет впитывать, и ему легче будет потом применить какие-то навыки, если ему это интересно в своей жизни. Поэтому я считаю, что ничего плохого у вас нет. Совершенно у вас ясная, четкая дорога. Никакой темноты нет. Все прекрасно, все замечательно. Вы талантливый человек, вы хорошо пишете, у вас хороший язык, вы не делаете орфографических ошибок, что в наше время большая редкость, поверьте мне. И у вас все абсолютно нормально. Вы задумываетесь о себе, и это уже первый шаг для того, чтобы двигаться куда-то дальше. Значит, немножечко переориентироваться, немножко развести бизнес и саму суть занятий. В данном случае это графический дизайн. И все у вас получится, все у вас будет хорошо. В общем, я желаю вам успехов, все будет замечательно. И делитесь с нами своими достижениями, мы с удовольствием будем это все читать. Спасибо большое. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok